Хорошие дома, не правда ли? И каждый нормальный человек хочет себе такой же. Не каждому нужны квадраты. Зато как хочется жить в своем доме. Вот только смогут ли себе сироты это позволить? По сути, каждый сирота или тот, у кого отняли мать или отца, к 18-летию получает недвижимость. Давайте проверим, они по сути жили вместе. Смогут ли они вместе жить и далее? Мы говорим о том, что каждый воспитанник детского дома имеет право на свое жилье. Сколько в денежном эквиваленте каждому воспитаннику детского дома положено? После выпуска каждому воспитаннику детского дома положена комната и порядка 700 тысяч рублей выделяет государство на прожиточный, так скажем, минимум. Давайте поговорим. То есть, если все это дело вместе собрать, получается сумма почти 1,3 млн рублей, правильно? Да, совершенно верно, Алексей. Мы посмотрели замечательный дом. Этот дом, в принципе, он может быть и на четырех хозяев. Один, второй, третий, четвертый, так ведь? Да, 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 совершенно верно. И насколько, то есть, грубо говоря, вот если воспитанники детского дома, они же, ну, как всегда, они должны работать вместе, потому что они вместе же воспитывались, правильно? То есть, если четыре человека вышли к вам, пришли и сказали, вот у нас такая сумма есть, вы можете это им построить? Да, конечно, мы можем это построить ценой всего лишь за 3 млн рублей на четырех хозяев. И место уже есть? И место уже есть. Мы снимали это в прошлом сюжете. То, с чем мы сталкиваемся, приводит к мысли, что наша часть, часть нашего общества будет воспитываться в детских домах. Не каждый может себе что-то взять, и тем более ребенка. Но понять-то надо, чем человек ближе к земле, чем он работает на ней, тем с большим удовольствием за землю свою он и служит. Так дайте ему возможность выбора. Тем более, что мы знаем, кто может построить грамотный дом-то.